Практически все, практически здесь нет места, где можно спрятаться. То есть, простреливается все. Теперь, главное, особенно всех засад. Все засады делаются в зависимости от местности. То есть, далеко не всякое место позволит сделать точность. Допустим, идет дорога ровная. Здесь лесополоса проходит. Здесь там реденькие кусочки. Если есть возвышенность, которая идет, вот, как бы лоб такой, впадает небольшой, то можно сделать вот эти ножницы. Либо, если дорога чуть-чуть выше, то есть на поле. Еще одна особенность ножниц. Пока вот эта часть ножниц, первая часть работает, боковые фланги могут потихоньку отходить. То есть, вот они. Две основные, четыре основные точки огневые. Это в начале и это в конце. Вот эти все отходят и становятся вот так. Потом снова отходят. То есть, они могут отходить с отходами. Вот то, что сейчас показывал электрик, это то, что было у нас на металлисте 17-го числа, это была не классическая засада, это был туркотковский пиздорец. Потому что поставленные были совершенно по-идиотски. Теперь, чтобы сделать засаду или оборону, вот то, что у нас сейчас есть в колдаке, помните? Вот у нас оборона. Все видно, да? Да, дорогие. Засаду можно сделать вот здесь. Вот точкой. Потому что это можно сделать гэшку. Гэшка не обязательно. Гэшка это вот. Гэ. Но она не обязательно классически не забылигает. Вот она вот там сидит. Два. Эта сторона стреляет. По фронту дороги. Соответственно транспорт, который здесь двигается по дороге, получает в упор. А те, кто сидят вот здесь, бьют. Не оставляя свободного места, где бы можно было спрятаться. Один минус. Обычно дороги, которые идут прямо и ровно, позволяющие гэшке стрелять, они не такие, что длинные. То есть прямая прострелка, ну там, ну 100 метров, ну 300. Если здесь опять же на высоте, то тогда это увеличивает внешний эффективный сонорок. Минус состоит в том, что здесь мало может человек поставить на дороге, если. По городу. Потом можно долго вытянуть по планку, что-нибудь так рядом. Вот эхо такое. Эхо. Вот эта засада называется гэшка. Вот буква Гэ. А двойную засаду здесь можно сделать? Вот здесь ножницы по порядку. Теперь засада, значит, двухходовка. Есть еще трехходовка. В принципе, она делается на любой дороге, особенно в лесу, где очень густо. На лесных дорогах или вообще где есть лес. Или где есть и крютье какое-то, желательно. Также ставятся люди, расставляются вдоль дороги. Обычно вообще двухходовки делают сюда быстрый вариант засадки. То есть тут же подбежали, влупили и убежали. Вот, расставились люди. Идет колонна. Главное правило в колонне, то есть при засаде. Всегда стреляют. Первый. Первый. Тот, тот дальний. Транспорт нашел до него, первый открывает огонь. Только после этого все остальные тоже начинают стрелять. Это редкость. Кто первого врага увидел, то начал долбить. Это всегда так должно быть. Я сейчас говорю про классику, а не про то, как получается в реале. Кроме того, у нас то, что получается, это хаотичное столкновение. Просто внезапное столкновение с противником. Там действительно, кто первый увидел, тут стреляет. Сейчас я говорю про засады. Значит, первая линия. Открывает огонь. Начинает долбить противника. Противник спрыгивает с машины, разворачивает столы, начинает отвечать. Первая линия тут же отходит. Еще до того, как ствол беттера развернулся, первая линия уже уходит. Вскрывается в густоте леса. Естественно, по стрельбе, если стреляют от тебя, вот допустим, вот отсюда, то и ответные выстрелы идут сюда. Они уже уходят в другую сторону. Здесь желательно, чтобы склон местности был. Либо немножко поднимался, либо немножко опускался. Хоть чуть-чуть. Потому что если беттер будет бить, допустим, там, где ты только что был, земля поднимается, он будет попадать в землю, а ты уже будешь в другом месте. Вент тебе попадет. Если же площадь ровная, то вот человек. Стреляет по отступающим. И на большом расстоянии, по-моему, 10 раз отжаться. 10 раз отжаться. И на большом расстоянии, как раз, ты оказываешься под огнем. Если сплон немножко опускается, то же самое. Все вот выбегают, стреляют. Ты уже внизу, а он стреляет оттуда. Потому что в кустах он не разберется на незнакомой местности. Опускается склон, поднимается. Весеченное место, это вообще идеал. Так вот, отбегают, если лезть метром на 50. Если позволяйте, если очень густой лезть. Если лезть пошиже на 100, 150. Оперативный позвонил, сказали, что полная боевая. Первая линия убегает, здесь вторая линия ее прикрывает. Зачастую, бывает, что те, кого атаковали, в азарте начинают догонять. И когда догоняют, тут же натыкаются на вторую линию обороны. Несут большие потери. Еще очень эффективно оставлять после себя растяжку. То есть постреляли, оставили растяжку, убежали. Вопрос, если на 50, 150 и БТР, вопрос-то можно задавать, да? Давай. Если они отбегают на 50, 150 метров, БТР поворачиваются, а они же 150, 150 метров спокойно заебашут. Еще раз повторяю, засады, подожди, засады вот такого типа. Делаются на пересеченной местности. Если местность прямая, то убегать там далеко не убежит. Поле все равно будет быстрее лететь дальше. Поэтому, если местность пересеченная, вверх, вниз или там ездить, спрятаться, БТР стреляет, но там, куда он стреляет, тебя уже нет. Потому что это лесные засады на пересеченной местности. Гешку можно делать, допустим, подъем. Кто-то видел фирмы типа там спецназ. Дорога идет, техника сдвигается. Здесь такой вот подъемчик, и вот с этого подъема лупят по дороге. На подъемах, чтобы ты был выше, чем они. В чем плюс? Ты по ним стреляешь сверху вниз, даже если небольшой подъем. А когда они отвечают, ты прикрываясь складкой местности, уходишь. Пока они туда поднимутся, а если ты все еще растяжки оставишь, то подниматься будет долго. Подходы лучше всего, конечно, минировать при засадах. Так, сейчас вот я вот рассказал. Ножницы, гешка и двухходовка. То есть засада с прикрытием, быстрая. Идеал, идеал засад это всегда успеть окопаться. То есть в любом случае, если есть возможность окопаться, нужно окапываться. Особенно если вы легкие, действуйте против тяжелой техники. Так, что еще? Лопату, чтобы могла получиться. Нужны лопаты. Так, ребята, я говорю, идеал. Я не говорю, что я прямо сейчас вам из кармана достану лопатой. Вопрос какой? Вопрос, что мне двойную засаду можно делать? Двойная засада, это вот двухходовка. Теперь, не перебивай. Следующий вид засад. Дело в том, что если слишком много засад сейчас рассказывать, то у вас в головах все перепутается. Не перепутается? Еще одно много. Рассказывай, я скажу, легко он сказал. Теперь слушаем дальше. Следующий вид засад. Называется балалайка. Вот дорога. Балалайка делается так. Ставятся огневые точки. Колонна идет. Ну, тут царапевое расстояние. Колонна идет. По ней начинают долбить. Колонна останавливается. Ответный огонь. То есть стволы разворачивает. Начинает долбить в ответ. Пехота атакует. Засада уходит. Бойцы. Уходят, прячутся. Колонна решает, что и все. Победа. Начинает движение туда. Тут в этот момент подходит, открывает огонь. Та часть, которая в противоположной стороне дороги. Тоже начинает долбить. И этих уже здесь нету. То есть они под огонь не попадут. А, все пехотинцы, которые спрятались за броню. Вот они стоят. Видите, вот пехота. Они спрятались за броню. Они спрятались за машиной. И они как раз попадают под огнем. Под огонь в спину. Снова башни разворачиваются. Пехота переходит на эту сторону, прячется от огня. Начинает стрелять по бойцам. Эта часть засады снова уходит. Вот так. Раз, и ушли. А вот эти, которые отступили, то есть левые, они вернулись. Снова все разворачивается. Стволы разворачиваются сюда. Бойцы разворачиваются сюда. Перебегают в эту сторону. Начинают долбить по засаде. Эти уходят. Левая сторона уходит. Правая возвращается. И начинается все сначала. Это называется балалайка. Раз струна, два струна, три струна. Пасхоз, разреши вопрос. А если там такая будет ситуация, что первая сторона не сможет как бы отойти назад, будет поливать? Значит так, те, кто устраивает засады, устраивают ее так, чтобы отойти была возможность. Запомните, пацаны. Главное дело – отход. Чем отличается хороший солдат от плохого солдата? Кто мне скажет? Чем отличается хороший солдат от плохого солдата? Хороший солдат – живой солдат. Не отход. Не задаем живой. Это уже даже не… Убить могут любого солдата. Так вот, чем отличается хороший солдат от плохого? Главное различие – это то, что хороший солдат всегда знает, как съебаться оттуда, куда сам залез. Прежде чем куда-то что-то устраивать, куда-то залазить, нужно подумать, как ты оттуда будешь сваливать. Если ситуация пойдет не так, как тебе надо. А она обычно так и идет. Если у противника кажется вдруг дополнительный беттер, непредусмотренный, который зайдет не слева, а справа от тебя. Если вдруг, кажется, танк, если вдруг смогут организовать как-то жилищую поддержку. То есть у вас все устраивает засады, все должно быть досмотрено. Там максимум. Все, поехали.